Добрый день, дорогие друзья. Ну вот, к сожалению, я... У меня сегодня последний день вот этого. Последний день записок Данте будет, да? Последний раз читаем. Ну, наверняка они ещё будут обновляться, это будет не последний раз, но, по крайней мере, за вот это событие это последний раз. Как вы знаете, я читаю после... Через один день после обновления сюжет. Так что, к сожалению, видео выйдет только завтра. Но зато сегодня, наверное, с часу по МСК я проведу стрим. Так что, если хотите, будет ссылочка в описании, заходите на Twitch, будет стрим по обнове. Очень давно не было стримов, да? Так, сегодня у нас... Ну, достаточно много, три... Короче, много записей. AirCorp, вторая запись, да? Начнём с неё, пожалуй. Универсалый. Слышал от идентичности AirCorp. Они говорили, что в крыле есть команда под названием Четвёртая стая. С тремя подразделениями. Кролики, рендиры, олени и носороги. Кролики, универсалы, выполняющие различный, ну, широкий спектр миссий. У северных оленей, рендиров, есть выращенные хирургическим путём рога, которые превращают ментальную силу в физическую. Хотя я ещё не встречался с носорогами, но мне сказали, что они специализируются на нанесении физического ущерба. Хорошо. Так, две записи про ВКорп есть. Начнём со второй. Так, здесь, кстати, много прям. Записываю дополнительные детали, которые я услышал. В то время как автомобили могут доставлять вас куда угодно, поезда ВАРП предпочтительнее, потому что путешествие на машине может быть невероятно сложным. Это имеет смысл, учитывая, через какие процедуры мы проходили, когда пытались попасть в гнездо Кейкорп. Более того, кажется, что большая проблема в том, что дороги неэффективны, сделаны неэффективно. Они настолько скручены и запутаны, что требуется неразумное количество времени, чтобы путешествовать между подворотнями на машине. Даже если линейное расстояние довольно короткое, дорога будет запутанной, лабиринтной, так скажем. Предположительно, есть широкие открытые дороги, которые называются автомагистрали, соединяющие гнезда. Но это также связано с набором условий и затрат. Так, уберем вот этот третий, откроем. Узнал шокирующий факт, разговаривая с грешниками идентичности ВКорп. Идентичностей ВКорп. Хотя, прямо мне не сказали. Похоже, что поездки на Варп-поездах, занимающие с точки зрения стороннего наблюдателя не более нескольких минут, заставляют их пассажиров воспринимать, чувствовать на себе ужасно долгое время. Это ощущение растворяет их рассудок и деформирует до неузнаваемости. До того момента, пока поездка не завершится. Затем начинается работа агентов очистки. Их работа заключается в том, чтобы каждый раз физически разбирать беспорядок. Слава богу, что у нас есть автобус. Это все предположения, которые основываются на разговорах с идентичностями. Так что я планирую держать эту информацию у себя. Никому не рассказывать. Хорошо, дальше. У нас технологии города, идентичность, аптайинг. Второе мы читали, раз здесь нет восклицательного знака, значит только третье добавилось. Я спросил, происходит ли событие, отличающиеся от нашей временной линии в мирах, откуда были извлечены идентичности с течением времени? Мне сказали, что мы точно не знаем это и что это не имеет значения. Компания Limbus заинтересована только в усиливании грешников. Усиливании способностей грешников в бою. Они не заботятся о том, что происходит с идентичностью или с ее оригинальным миром, когда мы их аптаем, аптирим, аптирим. Так, ну трэдспиннинг тоже что-то есть, да? А, у нас здесь в трэдспиннинге две записи, вот здесь видно. Так. Подобной идентичности, эго, используемое грешниками, представляет собой возможности, извлеченные из ядер определенных аномалий для соответствующих индивидуумов. Индивидуумов. Ну, вы поняли. Тем не менее, использование эго в полной мере требует сплетения воедино глубокого понимания и хорошо прочитанной интерпретации. Интерпретации аномалий. Поэтому это называется трэдспиннинг. Что-то вроде идиомы прясть пряжу. Трэдспиннинг эго обогащает понимание мысленных образов аномалии, повышая ее силу и эффективность. Да, это тоже пытаются объяснить лором. Но это прикольно, прикольно. Эго кажется проявлением какой-то ментальной силы. Я думаю, имеет смысл сформировать глубокие знания об аномалии и ее эго. Ой, так, это закроем. Хотя нити играют роль при аптире, чтобы соединить людей между мирами, она также работает как провод, который распутывает ядро аномалии при трэдспиннинге. Пауст говорит, что в будущем мы сможем трэдспин, трэдспинить эго за пределы того, на что способны сейчас. Ну да, то же самое. При втором сезоне у нас четвертый уровень появится, да. Подобно прокачке и аптиру идентичностей, сбор золотых ветвей должен позволить нам расшифровать и интерпретировать их более подробно. Так, еще две записи осталось. Так, прокачка идентичности, запись вторая. Я получил расплывчатые, но несколько разумные ответы от Фауст и Ясанга. Когда идентичность прокачивается при помощи билетиков, фрейм идентичности также улучшается. Фрейм, рамка, ну ладно. Подводя итог их объяснениям, прокачки улучшают только их физические следы. Черты, точнее, черты. Прокачка сделана таким образом, чтобы она срабатывала в исходных мирах, из которых происходит идентичность. Ммм, понятно. Кроме того, когда идентичность с протезами, например, улучшается, материалы и компоненты протезов также становятся прочнее и много чего еще. В любом случае, прокачка полностью сосредоточена на физических улучшениях. Это все, да? Да, это все. Теперь третья запись. Я спросил, возможно ли улучшить идентичность выше текущего максимального уровня? Тридцать на момент записи, как показано на ПДА. Похоже, эти значения связаны с золотыми ветвями, которые мы собираем. Кроме того, мне сказали, что пока что я не выдержу дальнейших улучшений. Означает ли это, что позже их возможно будет улучшить? Если подумать, если эти повышения уровня предназначены только для того, чтобы сделать их физические тела сильнее, то почему эти вещи называются тренировочными билетами? Я думал, что это все... Что это все относится к аптирам, так сказать. Ну все, ребята, это все записки, которые у нас есть на момент окончания вот этого ивента. И завтра выйдет видео с уже второй главой, которой у меня пока что еще ее нету, но она будет завтра. Так что да. Но если не хотите ждать видео, приходите на стрим. Все, ребята, всем удачи. Всем пока.